Всем огромный привет! Сейчас будем делать легкий быстрый макияж Буду использовать тональную основу Вот такую Тени с витамином И Вот такие Кисточку И вот эту кисточку Так, нанесем сейчас тональный крем Он у меня достаточно Светлый Я его буду использовать в качестве хайлайтера Напишите, ребята, каким тональным кремом пользуетесь вы Что вы мне посоветуете Какую-то тональную основу Кстати, я сейчас в поиске тональной основы Для вот такого розового цвета лица Честно говоря, я не могу ничего выбрать Считала, что Розовый цвет Нейтрализуется Каким-то золотистым или желтым оттенком Но, честно говоря, не пробовала Поэтому не знаю Напишите в комментариях Может быть у вас тоже такой же цветотип Какое тональное средство вы используете Очень интересно Так, сейчас это все будем растушевывать Ну, собственно, мы, по сути, просто это все размазываем Но, опять же, обратите внимание Нужно это делать немножечко такими вбивающими движениями Чтобы это тональное средство не просто размазалось А чтобы оно впиталось в вашу кожу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! На этом видео будет трюк с помадой Ну, как бы сказать, с помадой Без помады, но с помадой Посмотрим, что получится Сейчас мы будем использовать Будем корректировать проволоки Я буду использовать из этой палетки Вот такой оттенок Смотрите, что я делаю Наношу вниз брови Уже такую линеечку Потом уже снизу Как бы растушевываю Чтобы был Как бы, якобы, естественный оттенок Ну, опять же, если совсем прям присмотреться Конечно, можно какие-то найти Недостатки, скажем так Но, опять же, это все впитается Там появится какой-то такой Естественный блеск на кожу Вот И Это будет не видно Что мы там что-то рисовали Вот так И растушевываем вверх Вот так Сейчас еще наберем Как видите, для дневного такого легкого макияжа Не используем много штукатурки Ну, в принципе, если вам хочется То можете использовать Но, честно говоря, это видно на коже Это люди замечают Посмеиваются над этим, честно говоря И, как бы Смотрите, дело ваше, конечно Ну, как говорят сейчас в тренде У нас естественность Будем все пытаться сделать Как-то максимально естественно Насколько это получается Так У нас такие бровки получились Сейчас мы Попробуем сделать Макияж коричневыми тенями Честно говоря, не знаю, насколько они мне идут Как-то я не пробовала это обычно Ну, попробуем сейчас Так Буду сейчас наносить Наверное, вот этот Вот этот оттенок И причем кисточкой Буду это делать На все веко Такой, можно сказать, незаметный По крайней мере, на камеру незаметный Но При реальном освещении Вот, заметим Так, это у нас будет, как Скажем так, база Вот тень Еще вниз немножечко Теперь нанесем сюда Напишите в комментариях Какие вы используете тени Что вам больше нравится Вот, видите, вот так получилось В общем-то, кажется, что не видно Но, ребята, это дневной макияж Поэтому переборщить с ним я не советую И что мы сейчас делать будем? Возьмем, наверное Какой-то такой достаточно темный оттенок Наверное, вот этот И будем пытаться Прорисовать Как-то складку века Сейчас посмотрим Что получится Контур мы, в принципе, обозначили И сейчас нужно будет это все тушевать Тушевать Вот смотрите, что у нас получалось Вот тут не было Вот тут не было Вот тут уже Что-то такое есть Нанесли мы Так, теперь сюда Сюда наносим И вот так вот Такими вбивающими движениями А потом это все будем растушевывать Что-то так размазывается Сейчас уберем лишнее И вот так вот Так, вот тут получалось Более интенсивно Не знаю, наверное Все-таки мы лишнее сейчас уберем Просто пальчиком А сюда немножечко добавим Что-то вот правый глаз Получалось растушевывать легче Чем вот левый Так Вот тем не менее Да, смотрите Мы растушевали Вот что у нас получилось Вот донгин Чуть сюда добавлю Потому что это такой более интенсивный оттенок получился Более интенсивный оттенок получился А здесь Остепляется Режу Более интенсивно Еще вот обратите внимание, что нужно ставить вот так вот пальчик под броли и смотреть, до какого момента нужно наносить вообще оттенять, чтобы не переборщить. Макияж у нас дневной. Вот такой вот получился макияж. Тоже забыла взять. Вот так получилось и трюк с помадой вам обещала. Можно еще стряпки в принципе добавить. Так. Я вам обещала трюк с помадой кстати в конце видео. Вот смотрите, что мы будем делать. Мы возьмем вот такие тени очень светлые. Они достаточно розовенькие. Вот. Нанесем их спонжиком на губы. Смотрим, что у нас получится. Кстати, макияж глаз мне очень нравится. Напишите, как вам макияж. Какие вы используете лайфхаки. Лайфхаки. Вот смотрите, вполне такая какая-то помада кажется. Так. Можно еще добавить немножечко вот такого цвета. Вот такой фиолетовый оттенок. Даже не знаю, в какой она все пойдет мне. Вот так получилось. Вполне такой интересный трюк с помадой, которой как бы нет. Ребята, если видео понравилось, ставим пальчики вверх. Обязательно пишите в комментариях, какие средства по ходу с собой вы используете. Какую декоративную косметику используете. Вот. И вообще все что угодно пишите. Спрашивайте меня. Вот. Я отвечу на все ваши вопросы. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх под видео. И увидимся в следующем видео. Пока-пока.